Ух, какая туча сегодня. Гром гремит. Наверное, дождь будет. Мои еще спят. А я делаю кофе. Доброе утро. Аня, знаешь, что я тебе сегодня варю? Да, варю кофе. Ты ее любишь. Варю я манную кашу. Так, в холодную воду засыпаю крупу, соль, сахар. И постоянно перемешивая, ставлю на огонь, пока каша не загустеет и не закипит. Затем добавляю молока и постоянно перемешивая, снова довожу до кипения. Накрываю крышкой, убавляю огонь и каша томится. Каша получается без единого комочка. Как пых-пых-пых. КАКО НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Простойки, убавляю огонь и кашу. Чтобы замешивать... ... А тем временем и дождь закончился, и выглянуло солнышко. Позавтракали, идем на прогулку. Прогуляемся по участкам, покажу один участок. Его купили совсем недавно. Он был такой заросший, заброшенный, старый домик. Купила молодая пара. И буквально за 2-3 недели они расчистили участок и наводят там красоту. Сейчас покажу. Ну что, пошли? Пошли, пошли. Давай сначала вот по этой веточке прогуляемся, по нашей улице. А у тебя сапоги-то великоваты? Нет. Нет? Ну шагай. Я тебе сейчас покажу дом, Слав. Его недавно купили. Там хозяйка умерла. Давно-давно дом пустовал. Участок был. Вот такой был участок. Вот как этот. И молодые ребята там такую красоту наводят. А вы посмотрите, ведь это седум. Седум. У нас такой, помните, был вдоль туй? Только цвел белым. А это желтенький. Он все хорошо тут чувствует себя, прекрасно. Потому что он сначала белый, а потом желтый. Нет, он сорт такой желтый. Вот скоро этот участок будет. Да, скоро будет этот участок. Ты посмотри, как они все расчистили. Боже мой. Какие же трудяги. Представь, что тут заросли были. И домик они в порядок приведут. Вон, смотри, сколько веток. Корчуют. Вон уже сколько грядок сделали. Какой-то маленький домик построили. Молодцы. Хорошо, когда участки не пустуют, да? Так плохо, когда никого нет. Маша, цветет. Наша улица самая светлая. Остальные темнее как-то. Кажется, что тут. Да нет. Вот на этот участок мы тоже ходили в гости. Я снимала его, где туи растут. Красивый участок. Вот он, дерен пестролистный. У нас он что-то никак не войдет в силу, да? Смотри, как тут симпатично. Шикарные кусты такие огромные, да? Он, конечно, красавец. Видишь, заяц и ежик. Красота какая. Чубушник цветет. Ань, помнишь, в том году здесь утки плавали? Утки. А, рыбки. Утки. Помнишь, мы к бабушке Гале ходили, там утята к ним заходили на участок, еду просили. Нет, я не помню. Не помнишь? Красивый. Вокруг этого пруда осенью много подберезовиков. Иной раз можно пройти и штук 15-20 найти. Водомерки плавают. Ты только туда далеко не ходи. Ну-ка. Вода торфяная, желтая. Не желтая, даже, а коричневая. Вот смотри, видишь, вот эта вот маленькая, это ряска. Это ряска? Ряска, да. Она плавает на поверхности воды. Ой, прилипла. Вот и наша площадка детская, да? Вон теннисный стол стоит, лавочки, качели. Там игрушек полно, Ань. Хочешь поиграть? Ну, да да. А мы с дедушкой посидим. Давай, беги. Дедушка, давай одну минутку, пока ужин не начнется. Какой ужин? Мы только позавтракали. Ой, пока одет не нужно. Играй. А как нам тогда выйти тогда? Вон, совочки бери, играй. Тут полно всего. А мы с дедушкой посидим. Это водоснабжение, то, что будет замена труб. Кого вы там увидели? Да, и дедушкой. Где? Ну, она уже пропадала. Ого! Огромная. Ну, пускай отлазил. Собака. Да ладно тебе лает-то, никто тебя не боится. Ты боялась, что это забор, видишь? И забору не нужно, хотя там рабится и смотрится красиво. Хорошо. Приятно. И животик бульчит. Есть хочешь. Ага. Сейчас будем готовить что-нибудь. Тортик сделаем с тобой и фрукты. Давай? Ага. Вон бабушка Люба пошла с Афелией, видишь, впереди. Захрюкал, захрюкал поросенок. Ой, захрюкал. Ой, захрюкал. Ох ты, хрюндель. Ох ты, хрюндель. Прям как этот. Да, здоровая, да, слава вообще. Ну, погладь. Ань, не бойся, Анют. Не бойся. Привет. Как ты моя лапка? Ты моя лапка. Теренок. Здрасте, здрасте. Ну, что это? Как дела? Да, комары, да. Прямо нос, это я не знаю. Весь нос покусали? Да, прям это, садятся и садятся. Ага. Лень, проезжайте, мы закроем. Оставляй открытым и закроем. Я поставлю на крыльцо, пусть они немного проветрятся. А втрут они улетят. Не бойся. Опять надо мыть. Вот, какие сапожки у нас. Сейчас мы с тобой нектарин еще порежем. А я его не почувствую? Нет. Ну, что получится. Ну, да. Я подчеркну. Давай. Ну, что, я поставил его вот так. Молодец. Ну, ты будешь чай пить, а кофе мы с дедушкой. Долго ждал бы. Давай. Долго ждал бы. Дедушка забыл включить ее. Забыл включить. Сейчас как зеленый будет, так и кофе будет готов. Кофеварка была готова. Ну, да. Кофеварка, да. Как с кофе. Не знаю. Посмотрим. Или половинку. Половинку. Ну, вот, мамка, видит, она любит, какой кофе будет пить. А это цикорий. Цикорий? Нет, это кофе. Это не цикорий. Ой. Что случилось? Да. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. Кто у тебя там на носу сидит? Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Может показаться, что мы забросили все дачные дела? Да нет. И борьба с сорняками продолжается. Что это показывать? Другое дело, когда Слава стрижет ели, это я обязательно покажу. Ели у нас огромные, и стричь их приходится довольно долго. Этот процесс занимает много времени и очень трудоемкий. И вновь работа для Славы. Очередная поломка. У нас на крыльце стоит унитаз. У нас на крыльце стоит унитаз. Так вот, насос под ним сломался. То ли ремонтировать, то ли нет. Я даже не знаю. Ты что за меня волновалась-то? Я там пол помыла. Видишь, сломалась штучка. Поэтому унитаз в доме не работает. Дедушка попробует починить. Если не получится, тогда будем новый покупать насос. Если не получится. В Лера Мерлине ты видел, да? Видел. Не такие, но не покупки. Ну, такие сколько сейчас стоят? Около 50 тысяч. Еще и грязные. Дороговатенько. Вот и вот. Называется вот и вот. Слава разобрался немного и сказал, что в автоматическом режиме он теперь работать не будет. Нужно будет включать и выключать. Похоже на то, что сломался датчик давления. Менять его нет смысла. Это не дешевое удовольствие. Поэтому будем выходить из положения по-другому. Дальше покажу. Если, конечно, получится. Ну, а дачная жизнь продолжается. Дни летят один за другим. Все, задавай, отнесу. Еще хочешь что-то поджать? Не загорелось? Мне показалось, загорелось. У каждого свои дела. Вот и нашлось применение старым флаконом. Загорелось. Давай, у тебя это что такое? Духи. А это какие духи у тебя? Мариновые и черничные. А ты же чернику не любишь. Да нет. Вторые духи она просит. Вот это вот. Сейчас попробуем. Крышка снимается. Держи. Ой. Не, вот это, наверное, не снимется. Все, вот. Ну, все, больше не могу ничего снять. Надевай сюда. Давай спички. Бабушка! А! Дедушка, ты же обещал, что он сфотографирует вторые духи. Ну, давай я сфотографирую вторые духи. Показывай. Ну, вот. Вторые духи будут клубничные. Клубничные? Угу. Понятно. Молодец. Давай, делай вторые духи. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok